По поводу успешности сейчас миллионы людей по ту сторону экрана видят ваш крупный план, наверняка о вас думают, и я хотел бы для них зачитать небольшой список ваших удач, чтобы они еще больше и полнее осознали, кто сейчас сидит в этом кресле. Как режиссер, вы сняли такие картины, свой среди чужих, чужой среди своих, раба любви, неоконченная пьеса для механического пианино, «Пять вечеров», «Несколько дней жизни обломова», «Родня», «Очи черные», «Урга», «Утомленные солнцем», «Сибирский целюльник», «12». Кроме того, вы блестящий актер, бессменный президент Московского кинофестиваля, 8 лет возглавляли союз кинематографистов России, наконец, обладатель Оскара. О вас некоторые говорят и называют вас, вот Михалков говорят, «барин новой России». Насколько это соответствует действительности? Ну, если уж барин, так не новый, а старый уж на то пошло, если, так сказать, моему роду, нашему более 500 лет. А что касается, что такое барин? Понимаете, люди, которые вкладывают отрицательный смысл в слово «барин», они, значит, по сути, по своей холопы. Здорово сказали. Потому что, что такое барин? Барин – это хозяин, барин – это человек, который умеет делать. Для этих людей барин – это бездельник. Но если просто то, что вы прочли, а это, в общем, неполный список того, что чётко делается… Неплохой барин, да? И тогда, значит, просто я из тех бар, которые работают по 18 часов, поэтому не вижу в этом ничего предосудительного. А когда в это вкладывается смысл отрицательный, это значит, в людях говорит слабость и зависть. А слабость и зависть – это удел холопа.